Сап, Биг Бой! Если ты нажал на это видео, то, скорее всего, ты не можешь уснуть. Или тебе тревожно. Возможно, ты паришься из-за прошлого или переживаешь из-за будущего. Поэтому давай попробуем успокоить твой разум. Для этого я подготовил тебе слегка интересные факты и истории из мира кино. Например, вы знали, что вы не можете посмотреть все фильмы, что были номинированы на Оскар? Фильм «Патриот» 1928 года – это история о заговоре против российского императора Павла I. Картина выиграла Оскар за лучший сценарий, а также была номинирована на лучший фильм года. К слову, если не считать артиста в 2012-м, это последний немой фильм, что был номинирован на лучшую картину. И вы не сможете его посмотреть. Он утерян. До нас дошли только несколько сцен. А жаль. Фильм приняли очень тепло. Если судить по отзывам тех лет, это был шедевр. Но унывать не стоит. В жизни мы всегда что-то находим, а что-то теряем. Да и вообще, это не единственная утерянная вещь в истории кино. Когда мы говорим о рождении кино, то на ум в первую очередь приходят братья Андреасян. О, простите. Братья Люмьер. Они придумали штуку, на которую можно снять, как поезд приезжает на станцию. А потом показали это кучу людей. С этого показа 13 февраля 1895 года начинается история кинематографа. Но за несколько лет до братьев Люмьер прототип кинокамеры построил Ле Пренс Луи. Это одна из самых загадочных личностей в истории кино. В 1886 году он построил камеру с 16 линзами, что очень быстро делает 16 снимков. Затем он создал камеру уже с одной линзой, способную записывать изображение на фотобумагу. И вот в 1888 году он тоже снимает кадры. Но не с поездом, а с родственниками во дворе. Или там, с мостом. И казалось бы, успех не за горами. Ты опередил братьев Люмьер на целых 7 лет. Осталось лишь показать эти кадры кучу людей, и тебя будут называть отцом кино. Именно это он и пытался сделать. В 1890-м он сел на поезд в Париж, чтобы показать всему миру свое изобретение. Но он так никогда и не вышел из этого поезда. Он просто исчез, не оставив и следа. Из-за чего широкая публика так и не увидела его творение. Мы до сих пор не знаем, что именно с ним произошло. Все, что у нас есть, это теории о том, что могло произойти. Его жена обвиняла Томаса Эдисона. Видите ли, Ле Пренс ехал в Париж по пути в США. Там он планировал запатентовать свое изобретение. А в то время в Америке бушевала война патентов. И самым главным тираном этой войны был тот самый Эдисон. Его привычка давить конкурентов привела к тому, что целая киноиндустрия сбежала от него. Из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Учитывая то, что Эдисон сам занимался разработками в этой сфере, и через некоторое время после исчезновения Ле Пренца сам предоставил миру свою камеру, версия о том, что он попросту избавился от конкурента, выглядит вполне реалистичной. Но поскольку прямых доказательств у нас нет, то давайте назовем эту версию спорной. Хотя ничего плохого в спорах нет. Так называлась игра, в которой ты можешь создать одноклеточное существо, пройти путь эволюции и создать собственную цивилизацию. Да и вообще, не зря же говорят, в споре рождается истина. И вот в одном из таких споров родилось то, что впоследствии станет кино. В 1872-м бывший губернатор Калифорнии Лилан Стэнфорд занял сторону в споре. Он считал, что во время бега лошадь отрывает от земли все четыре ноги, в то время как его оппоненты настаивали на том, что хотя бы одна нога все же остается на земле. И для того, чтобы разрешить этот спор, Стэнфорд нанял Эдварда Мэйбриджа. Это был один из самых крутых фотографов того времени, несмотря на то, что он занялся фотографией всего пять лет назад. В то время, чтобы сделать фотопортрет, нужно было просто сидеть и продолжительное время не двигаться. Иначе фото будет смазанным. Так что сфотографировать коня на полном ходу, да так, чтобы все было четко видно, считалось невозможным. Но через пять лет и пятьдесят тысяч долларов спустя Мэйбриджу удается создать быстрый фотозатвор, что позволяет делать мгновенные снимки. В итоге конь был сфотографирован. И это произвело фурор. Но скептики остались недовольны. Они сказали, что так не считается. Это фотошоп. Все дело в том, что фото вышло не идеально четким. И они прибегли к ретуши. Чтобы, наконец, феерически расставить точки, Мэйбридж взял 12 камер и соединил их с нитями. Когда лошадь бежала, она задевала эти нити, чем приводила в действие быстрые затворы этих камер. Результат – 12 снимков, что все вместе создают вот эту сценку. Мэйбридж не только доказал, что во время бега лошадь поднимает воздух все четыре ноги, но еще и провел самый первый в истории успешный опыт в хронофотографии, что через два десятилетия поможет в изобретении одного очень важного устройства. Мэйбридж взял детскую игрушку под названием зоотроп и сделал на его основе свой зупроксископ. В него загружались снимки. Зритель крутил катушку и, по сути, смотрел очень короткий немой фильм. Позже на основе этого устройства Эдисон сделает свой кинетограф. Более того, опыт Мэйбриджа заставил общество рассматривать фотографию как полноценное искусство, как нечто раскрывающее нам то, что недоступно глазу художника. Он встряхнул мир искусства, указав на ошибки в картинах и скульптурах. Кстати, Агюст Роден противился этому. Он говорил, что художник правдив, а фотография лжива, потому что в жизни время не останавливается. Опыт Мэйбриджа внес гигантский вклад в изучение локомоции, а еще благодаря нему у нас есть фотофиниш. В общем, все это позволило нам документировать реальность. Но реальность – вещь относительная. Например, первый успешный полнометражный документальный фильм «На ног с севера» на самом деле, по сути, вовсе не документальный. Между 1913 и 1914 Роберт Флаерти находился в вечной мерзлоте на севере Канады. Там он снял на камеру, как живут инуиты. Фильм показывал охоту, строительство иглу и прочие тяжбы жизни на севере. Домой он привез целых 35 тысяч футов пленки. Но Флаерти обронил у них сигарету, и вся пленка сгорела. Фильм утерян. На этом бы история и закончилась, но Флаерти не унывал. До того, как он поджег собственный фильм, он показывал пленку инуитам. Они давали ему полезные отзывы. Он получил от них так много полезной информации, что даже порадовался, что теперь он может снять фильм получше. И в 1920-м он снова отправился на север Канады, чтобы заново снять то, что он потерял. Многие, а по некоторым данным, большинство сцен в фильме постановочные. Иногда для драматического или комедийного эффекта, а иногда для удобства съемки. Например, сцена, в которой главный герой Нанук, которого на самом деле зовут Аллакари Аллак, кусает граммофонную пластинку, думая, что это еда. На самом деле он знал, что это такое. В жизни Нанук охотился с ружьем, но Флаерти попросил его охотиться так, как это делали его предки. Две жены Нанука на самом деле гражданские жены самого Флаерти. Иглу в фильме был создан больше, чем обычно, и построена была только одна сторона, чтобы можно было снимать внутри. Так или иначе, Флаерти снимал не в студии, а на живой локации. Его герой не актер, а настоящий инуит. И, пожалуй, самое главное. Фильм доносит до зрителя традиционную эссенцию жизни этого народа. Вообще, кино воспринимается как аудиовизуальное искусство. Но когда-то оно было... И в этом плане, как всегда, удивляет Япония. Например, Ясузиро Одзу, один из самых интересных режиссеров в истории японского и мирового кинематографа, выпустил свой шедевр немого кино «Родиться-то и родился» в 1932-м, когда весь мир уже перешел на звуковое кино. К слову, в том же 1932-м в стране выходило около 400 фильмов. Из них только 45 были со звуком. Дело в том, что раньше, в Японии, во время показа фильмов, выступали так называемые «бэнзи». Это рассказчики. Они голосом комментировали то, что происходит на экране. Они объясняли, а порой и дополняли сюжет. Поскольку первые фильмы попали в страну Запада, «Бэнзи» объясняли японскому зрителю особенности совершенно другой и непонятной им культуры. Со временем они превратились в полноценных артистов и звезд. Ради их харизматичных выступлений зрители приходили на один и тот же фильм по нескольку раз. По сути, они в реальном времени занимались дубляжом. И когда в кино пришел звук, «бэнзи» осознали, что рано или поздно они останутся без работы. Их профессия станет попросту не нужна. И поэтому они всеми силами противились новой технологии. Например, когда кинокомпания Никацу выпустила несколько звуковых фильмов, «Бэнзи» вместе с профсоюзами оркестров вышли на забастовку, чем парализовали работу студии. Так что в то время, как во всем остальном мире так называемые «говоряшки» уже вытеснили немое кино, в Японии из-за влияния «Бэнзи» оно продолжало выходить в больших масштабах вплоть до 1936 года. Только тогда в японском немом кино пошли финальные титры. Кстати, вы заметили, что в американских титрах между сценаристами ставят либо «энд», либо «амперсанд», который также означает «энд». В относительно недавнем фильме «Элвис» можно заметить забавную картину. Бас Лурман там указан дважды. Один раз через «энд», а второй раз через «амперсанд». Да, это пишется по-разному, но читается-то ведь одинаково. Казалось бы, одно и то же. Но тут есть большая разница. В Голливуде действует система гильдий. Быть частью такой гильдии очень важно, ведь они борются за твои права, добиваются минимальной суммы выплат и обеспечивают лучшие условия труда. А чтобы добиться желаемого, прямо как японские бенси, они могут объявить забастовку, которая парализует Голливуд. И вот то, как ты указан в титрах, очень важно. От этого зависят не только твои выплаты, но и твое членство в гильдии. Если между сценаристами «амперсанд», это означает, что они работали в одной команде и делят выплату между собой. Если между ними «энд», то это значит, что они работали отдельно. Например, они могли работать над разными версиями, так называемыми драфтами. Или, например, один мог написать сам сценарий, а другой его переписал или что-то в него добавил. Так что и выплаты они получают тоже отдельно. Помните титры из фильма «Элвис», о которых мы говорили ранее? В относительно недавнем фильме «Элвис» можно заметить забавную картину. Бас Лурман там указан дважды. Они говорят, что Бас Лурман работал в двух командах. Сэмом Бромелем и Крейгом Пирсом. А Джереми Доннер работал отдельно. Но несмотря на то, что над одним фильмом может работать целый отряд сценаристов, далеко не все попадают в титры. Чтобы оказаться на экране, ты должен написать минимум 33% от финального сценария. Поэтому в титры попадают только три сценариста. Или три команды. Квентин Тарантино не получил указания в титрах за сценарную работу над Майкл Беевским фильмом «Скала» с Николасом Кейджем. С этим связана забавная деталь. В титрах «Убить Билла» можно увидеть людей под псевдонимами Ник Кейдж и «Скала». А через четыре года у Квентина вышел фильм «Доказательство смерти». Там есть сцена, где персонажи говорят, что знают киношников по прозвищу Ник Кейдж и «Скала». Кстати, говоря о Николасе Кейджа, я очень рад, что сейчас происходит некий ренессанс и спустя долгое время, когда к нему относились как шутки, его снова воспринимают всерьез. Я считаю, что он невероятно талантлив и бесконечно харизматичен. Вы знали, что в актерской игре он предпочитает школу немецкого экспрессионизма? Наверное, поэтому он спродюсировал фильм «Тень вампира» и лично нанял Эдмунда Элиаса Мериджа в качестве режиссера. Я сейчас вспомнил, что до Нового года всего три месяца. Это время подарков, Оливье, ну и, конечно же, любимых фильмов. Кто-то смотрит «Иронию судьбы», кто-то пересматривает «Гарри Поттера», а лично я каждый год смотрю на то, как Ханс Грубер падает вниз с Накатоми Тауэр. И у этой серии фильмов очень любопытная ситуация со сценариями. Смотрите, первая часть была основана на книге под названием «Ничто не вечно». Эта книга является сиквелом к роману под названием «Детектив», на основе которого был фильм с Фрэнком Синатрой. И поскольку «Крепкий орешек» это технический сиквел, по закону они должны были предложить главную роль 70-летнему Синатре. К сожалению, Синатр отказался. Вторая же часть основана на другой книге, с другими персонажами и вообще от другого автора. Для третьего фильма сначала написали сценарий под названием «Трэблшутер», но от него отказались, потому что он слишком похож на фильм со Стивеном Сигалом. Потом по этому сценарию сняли «Скорость 2», так что поиски сценария продолжились. И в итоге третья часть основана на сценарии, который изначально предназначался для фильма под названием «Саймон говорит с Брэндоном Ли», но тот скончался на съемках «Ворона». Так что этот сценарий продали и переделали под четвертую часть «Смертельного оружия», но и там не срослось. Так что сценарий снова продали и только потом переписали под «Крепкий орешек 3». Четвертый фильм основан на сценарии под названием «Третья мировая точка ком», что написан за 10 лет до фильма. Его написали под впечатлением журнальной статьи про хакинг. Поскольку он был про кибертерроризм, после атаки 11 сентября его отложили в сторону и только спустя несколько лет его откопали и использовали для четвертого орешка. И только пятая часть имеет под собой оригинальную историю, что изначально задумывалось и писалось как «Крепкий орешек». И фильм никому не понравился. Но зато всем понравился Гарри Поттер и Ортен Феникса. Он собрал около миллиарда долларов в прокате, но фильм не принес создателям денег. Они потеряли на нем около 160 миллионов долларов, по крайней мере на бумаге. Так работает так называемая голливудская бухгалтерия. Для каждого фильма киностудии открывают отдельную компанию, а затем выставляют этой компании огромные счета за дистрибьюцию и рекламу. И эти счета настолько гигантские, что на бумаге заработок компании будет меньше, чем расходы. То есть прибыли нет. Но зачем они это делают? Ну, например, чтобы снизить выплаты или вовсе не платить актерам за так называемые роялти. Например, актер, сыгравший Дарта Вейдера, не получил положенных ему выплат с прибыли за возвращение джедая. Потому что, опять же, на бумаге у фильма нет никакой прибыли. И это при том, что фильм собрал 10 своих бюджетов. А с учетом повторного проката и того больше. Поэтому никогда не соглашайтесь на процент от прибыли. Вам просто скажут, что ее нет. Вообще, Дартом Вейдером особо не везет. Ныне покойный Джеймс Эрл Джонс, что подарил всем известный голос этому персонажу, получил за свою легендарную работу лишь 7000 долларов. Да, по его словам, это хорошие деньги с учетом того, что вся работа заняла у него всего пару часов. Но тогда в успех Звездных Войн особо никто не верил. И вполне возможно, что он смог бы договориться на какой-нибудь процент от кассовых сборов или, по крайней мере, от того, что заработает сам Лукас. Именно так и поступил Алек Гиннес, исполнитель роли Оби-Вана. Он договорился на 2 с копейками процента от того, что заработает Джордж Лукас. И в итоге за 20 минут экранного времени ему накапало около 100 миллионов долларов. Так что, возможно, если вы когда-нибудь будете нанимать финансового аналитика, вам стоит спросить у него, он за империю или за сопротивление. Помните, мы говорили про титры? Помните титры из фильма Элвис, о которых мы говорили ранее? Так вот, с ними мы разобрались. Они идут в конце. А вот в начале мы часто можем увидеть возрастной рейтинг. В соответствии с этим рейтингом ты заранее знаешь, что покажут и, что самое главное, не покажут в фильме. Но до этого была другая форма цензуры. Знаменитый кодекс Хейса. Вот его ограничения. И мне всегда было интересно то, как он появился. Знаете, как сейчас из-за различных скандалов отменяют звезд, а потом это влияет не только на репутацию студий, но и на производство фильмов. Так вот, раньше было то же самое. Если бы вы жили в Америке сто лет назад и открыли бы газету, то, скорее всего, увидели бы очередной скандал, связанный с голливудскими звездами. В прессе то и дело появлялись истории в духе убийства режиссера Уильяма Десмонда Тейлора. При обнаружении тела некий незнакомец назвался доктором, осмотрел тело и сказал толпе, что Уильям умер от кровоизлияния в желудке. Но следователи перевернули тело и обнаружили огнестрельное ранение в спину. К тому моменту этот незнакомец уже скрылся и его больше никто не видел. Но скандал не ограничивается убийством. После его гибели у него были обнаружены любовные письма от звезд Мейбл Норманд и Мэри Майлз Минтер. Последней было всего 17 лет на момент знакомства с 47-летним режиссером. А у первой и так был плохой образ в прессе. Она сидела на наркотиках, а теперь ее еще выставляли как замешанную в убийстве. Или взять вот скандал с Фетти Арбаклом. Его обвиняли в смерти молодой актрисы Вирджинии Рапп. Обвинение заключалось в том, что он насильно с ней переспал на вечеринке, которая потом превратилась в оргию. Вскоре его оправдали. Но было уже поздно. Он был вынужден покинуть большой экран. Кстати, забавно, что он попытался вернуться в Голливуд под псевдонимом «Will be good», то есть «Буду хорошим». Но у него ничего не вышло. А в 1923-м одна из самых популярных звезд эпохи немого кино Уоллес Рид в возрасте 31-го года скончался от последствий употребления алкоголя и морфина. И таких историй было очень и очень много. В глазах общественности Голливуд выглядел как гадюшник, которому необходима чистка. Государство могло вот-вот ввести цензуру. Более того, разные штаты могли вводить разные правила, а потом еще их постоянно менять. Поэтому к концу 22-го киностудии решили не дожидаться правительства. Они взяли ситуацию в свои руки и пошли на некий пиар-ход. Параллельно с Голливудом нечто подобное происходило и в бейсболе. Это был крайне коррумпированный спорт. Букмекеры договаривались с игроками на нужный им результат. Репутация игры была и без того плохая. Так еще и в 1919-м разгорелся крупный скандал. Команда White Sox за деньги проиграла Cincinnati Reds. что в скандале замешаны гангстеры. Чтобы реабилитироваться главная бейсбольная лига наняла не абы кого а уважаемого федерального судью Кенниса Маунтина Лэндиса. Ему дали безграничную власть и он принялся чистить спорт от влияния букмекеров а также навсегда исключил из него замешанных в скандале лиц и в конце концов у него получилось восстановить репутацию бейсбола. Киношники хотели сделать то же самое. Они наняли не просто консерватор республиканцев так еще и старейшину церкви Уильяма Хейса чтобы тот возглавил ассоциацию киностудий. Он должен был точно так же почистить киноиндустрию. Впоследствии был выработан так называемый кодекс Хейса на который долгое время было практически плевать. Великая депрессия опустошила карман населения и их нужно было как-то заманивать в кино. Голливуд принялся выпускать сексуально открытые фильмы с Майя Уэст в духе ночь за ночью она обошлась с ним нечестно и я не ангел. Мордашка от Альфреда Грина там девушка спит с мужиками чтобы получить то что хочет. Ну или взять вот безумный мюзикл убийство тщеславия где один из номеров называется сладкая марихуана. Многие родители были недовольны тем что неокрепшие умы их детишек увидят такое в кино. А религиозные общины принялись протестовать угрожать бойкотом и сокращением финансирования от богатых католиков. И вот с первого июля 1934 года американское кино подверглось жесточайшей цензуре. Причем она была негосударственной. Мы привыкли считать что цензура это когда тебя кто-то ограничивает извне. Но нет это была самоцензура и продержалась она вплоть до 1968. В силу разных причин в том числе конкуренции с европейским кино которая не была обязана соблюдать эти правила кодекс забросили и его заменили современные PG PG-13 и всеми любимые фильмы категории R. Последние как всем известно предназначены для взрослой аудитории то есть не детской. Точно так же как и сейчас время не детское. Пора спать. Если к этому моменту ты все еще не уснул то просто перемотай видео на начало и посмотри его снова. Рано или поздно ты уснешь. А если это повторится в другой день то возвращайся сюда снова и посмотри это видео еще раз. Ну а если ты смотришь это видео в день выхода то переходи на Twitch по ссылке в описании. Я вот-вот буду там стримить. Переходи. Че ждешь? Ну или мотай. Мотай назад. Хочу отдельно пожелать добрых снов Ане Хановой а так же Антону Войтикову VCD Барон Философеру War Follows Me и другим Биг Боям с бустей Патреона. Спасибо за вашу поддержку. Спите крепко.